Так получилось, что несмотря на то, что мы долго дружим, мы никогда не были в близких отношениях. Ну, плюс-минус близких, поэтому, наверное, и не ссорились. Мы подружки, ну, или... Я дружбан. Оля без меня не ходила пробивать уши и лечить зубы. Если я ее не вела лечить зубы, она не шла к врачу. Я всегда сидела в кабинете, чтобы там проконтролировать. Бывало такое, даже нас разлучали, чтобы мы не дружили между собой, потому что мы слишком бурно вели себя. Со временем доказали мы, что мы дружим. Действительно дружим, а не просто так. В итоге у нас родились дети в один день. Как мы отреагивали? 40 лет хвастаемся перед теми, что мы... У меня жена-едноклассница родила в один день. Сюрит, красавчик, но... Бывают в нормальных семьях и муж и жена. И в горе, и в радости. Так вот и мы так. У нас дома рядом были. Она всегда очень такая эмоциональная девочка была. Я сейчас такая. У нее пальто такое было. Капюшоном. Сейчас тоже таких, не даст капюшоном, кисточкой такой. Разговорились что-то. Я хочу с тобой дружить. А она вот разворачивается так, хоп, этим кисточкой. Говорит, все. И пошла, ничего не ответивши. Ну, с детства. Ладила с детства. Нет, потому что нет. Ну, потихоньку, потихоньку как-то. В принципе, началась эта дружба с этой вот. Познакомились мы, будучи еще в колясках. Наши мамы познакомились. Мы жили на соседних этапах. Им было грустно, скучно гулять. Она жила этажом ниже, я этажом выше. И мы вот катались в одной коляске. Мы в школе учились вместе. Мы в садик ходили вместе. На бальные танцы ходили. А еще мы, я вам скажу по секрету, вместе не хотели ходить на бальные танцы. И полгода где-то вместе прогуливали бальные танцы. Друг за другом всегда горой были в детстве. Да, всегда мы. Ее обижают, я пойду тырить. Судьба нас познакомила. Родители привели в школу. И все. В один класс, да. Первый класс. Мы познакомились в детском садике. Да, где-то в том районе. С детства труду мы знаем. С малых лет. Вот что я супер вспомнила. Оля без меня не ходила пробивать уши и лечить зубы. Если я ее не вела лечить зубы, она не шла к врачу. Если я с ней шла, она такая, все окей. Я любила зубных врачей. Честно, любила. Я всегда сидела в кабинете, чтобы проконтролировать. Как ей там... Никто ли мне лишний зуб не вырвал. Поэтому я ее защищала даже от зубных. Ух, супервумен, блин. Ну, частенько получали от родителей наших тренделей, да. Складывали доски треугольников. Мы туда залазили, как в шалаш. Ну, просто сигареты. Ну, детьми еще были. Потом бледные шли и думали, что от нас не воняют. А, запивали молоком. Казалось, что это перебьет запах. У меня была проблема все время с физкультурой. Я абсолютно не спортивная девочка. Мы сдавали эти зачеты. И мне надо было научиться бросать гранату. Я ее бросала через 2 метра в землю и бросала серьезно. Точно за мной мне надо было добросить 16 метров на 4 балла. Если у тебя появился комплекс, ты помнишь даже, насколько... Да, потому что у меня реально был комплекс. Что он сделал? Он взял, договорился. В школе гранату. Мы ровненько пошли к насыпи. Он так вот встал и сказал, да брось. Он мне научил бросать гранату. И я, ну, то есть на какую-то вот... Вот на то, что мне надо было добросить, я добросила свою четверку по физкультуре. Я получила. Медведь, да, у нас был в детстве жених, один на двоих. Муж. У нее была игрушка такая прям в полный рост. Нас, мы же маленькие еще. Клечатые рубашки. Кстати, муж мой тоже любит клетчатые рубашки. Настоящие мужи. Понятно теперь, как мы мужей выбирали по клетчатой рубашке. Помнишь, как я повисла на дереве? Как-то смутно, ну, помню. Мы там лазили по деревьям, бегали. Это было со мной. Я в заборе была застряла. Зима была, по-моему, это самое шуба у меня была. Дорожка, разделяющая наши дома. Дерево тут было такое. Что-то полезли. Короче, я повисла. Ну, мужчина проходил, снимал меня. У нее появился компьютер раньше, чем у меня. И, ну, я вообще не знала, ну, что и как. И мы приходили к ней. Ну, единственное, что можно было делать, это рисовать в пейнте. Это была такая игра классная. И я же ничего не знала. А эта хитрышка говорит, ты порисовала и за собой стирочкой стирай, чтобы в компьютере листики не надо было менять. Я верила, я рисовала и стирала, потому что, ну, как это потом, блин, листов у нее не будет. Не хватит, ну, чтобы я порисовала. Угоняли у его родителей, там, не знаю, мотоцикл. Идем в клуб, там, дискотека, допустим. Потом нужно там девушку завести, допустим, прав нет у нее, у кого ездить уже умеем. Ну, и все, вскрывает гараж. Выталкиваемся от двора. Тяжелый мотоцикл у него с коляской МТ был. Так же загоняем. Подальше глушим и поехали. Вообще-то мы не ссоримся. Если бывают там какие-то недопонимания, ну, это так. Так, чтобы не было так, чтобы мы поссорились уже и все. И все. Трандец не дружили. Нет, у нас такого не было. Ну, была у нас одна такая большая ссора. Мы там даже долго-долго не общались. У нас просто тогда разошлись немножко так пути. Получается, я осталась в школе, она пошла учиться в колледж, да? Стали, наверное, меньше времени друг другу выделять. Ну, потому что один в школе, другой в колледже. В колледже уже там пары. В школе еще уроки, а тут уже пары. Ты же такая, о, взрослая. Ну, была ревность. Честно, у меня к колледжу твоему. Где же моя Оля, кому мне записочку передать? Но у нас общались с мамой. Поэтому мы все знали, что... Косвенно, да, мы все равно были в курсе дела. Да, что друг у друга мы знали всегда. Приехала мама с работы, такая мама. Как дела у Оли? Да, что там такое? Она такая, типа, сама позвони, узнаешь. Я говорю, не буду я звонить. День, когда мы заново начали общаться, я сообщила, что мне муж сделал, тогда еще жених сделал предложение, и что скоро свадьба. Я знала, что я этого человека позову на свадьбу. Ссора у нас была в детском садике. Мы не поделили машинку. Знаете, но машинки все эти железные были такие, не то что сейчас. Да, и вот я получил в песочнице машинкой по голове. У него до сих пор шрам есть. Да спор, у меня тут есть о чем. Это самое. Нет, мне, допустим, с Димой поссориться никогда не хотелось. Только бы одинаковые интересы, поэтому нет. Он мудрее, я шустрее. Он успокаивает, и все. Поэтому плюс-минус. Так получилось, что несмотря на то, что мы долго дружим, мы никогда не были в близких отношениях. Ну, плюс-минус близкие. Поэтому, наверное, и не ссорились. Мы подружки. Ну, или... Я дружба. Бывает по-разному. Бывает, какими-то периодами часто, бывают вместе мы отдыхать поедем. Бывает, выпадаем, и нету, и нету, и нету. Я могу позвонить ей, и как с товарищем каким-то обсудить, какие-нибудь вопросы практически, я думаю, что запретных тем у нас нету. А она мне может, как подружке, то же самое рассказать. Мы даже вам не можем с большего рассказать, какие вопросы мы можем обсудить. Ну, не, ну, сейчас мы встречаемся только по праздникам, так? А потом уже, вот когда уже, говорит, Свет, когда ты же приедешь? Ну, уже тогда уже все. Тогда бросаю, тогда уже тогда еду. Все, говорит, я иду. Тогда-то, тогда-то, вот приеду. Запланировано. Не, ну, созваниваемся. Ну, мы переписываемся. Я всякие смешные картинки присылаю. Она вообще, она очень пользователь такой... Я всех веселю, я с утра встаю и всем рассылку делаю. Если я рассылку не сделала, значит, со мной, наверное, что-то случилось. Да, менсержант, в общем, все. Фейсбук, филки, все-все-все, она там. В месяц раз мы по-любому видимся. Ну, да, так на интернете, на Вайбере. Да, да, да. Пишемся, ну, ежедневно по-любому. Он не хвастается все время шашлыками, когда я в Европе работаю. Все время шашлыки шлет. Дразнит меня. Сейчас мы видимся довольно редко. Не знаю, что если у меня там что-то надо будет, у меня что-то случится, один звонок, и я у Оли, и Оля у меня, и мы там... И номера телефонов у нас не изменились с момента появления телефонов. У меня даже ее номер телефона стоял на пароле ВКонтакте. О, о, я не знала. Еще чего. Родители знакомы между собой. Бывало такое, даже нас разлучали, чтобы мы не дружили между собой, потому что мы слишком бурно вели себя. В то время, да, когда мы были молодыми. Для сейчас все совсем по-другому. Мне, наоборот, довольны, рады, что мы дружим, что друг другу помогаем, когда надо. Со временем доказали мы, что мы дружим. Действительно дружим, а не просто так. Твоя мама меня тоже очень любит. И твоя меня любит. Моя вообще тебя обожает. Твои все меня любят. Обожают, мои просто обожают. Мы детей с тобой, нас поражали. Ну, не нас, а просто так получилось. Я беременная, и жена беременна. Мы последние пару месяцев, мы с вами говорили, кто первый родит. Когда была в роддоме, в первый день, через пару часов после родов, я позвонила домой. Позвонила домой, трубку поднял мой брат. И говорит, Сашка Чаров, говорит, родила ребенка. Говорит, ты нифига не понимаешь, я родила. Он позвонил час назад, у него ребенок родился. В итоге у нас родились дети в один день. Как мы отреагивали? 40 лет хвастаемся перед теми, что мы... У меня жена и одноклассница родила в один день. Все говорит, как Сарчик, ну... А потом у них молока была мало, а у меня было заваривание. И она стала молочной мамой моего ребенка. Соответственно, мне молочная жена. Вот. А вы говорите, какие отношения? Молочный муж. У кого есть молочный муж? Ее мама моя крестная мама, а моя мама крестная мама ее брата. Наши мужья хорошо относятся к нашей дружбе. Никто не против. Отлично, потому что мы в школе же были все в одной компании. Сначала с Ильей твоим. И мы тоже. Как он за ней ухаживал? Он ей цветочки дарил, а она была такая недоступная. Через меня подарки я ей передавала. Я ей приносила, она такая нет. Ну и как бы наша мама, она вот Светку считает как за дочку, она мне как сестра. Да, вот я крестила дочь Светлана. Полина как-то на утреннике выступала, дочка ее. Она говорит, у меня две мамы Света. А, две мамы. Одна Света мама, и вторая мама Света. И так все в зале не поняли, что это такое у меня две мамы и две Светы. Влюбилась я, значит, в мальчика. И что я первым делом сделала? Позвоню паной Оле. Как я его люблю, не могу. Завтра хочу жениться детей. А в кого? Я что, помню? Я была молодая. Вообще, у меня муж посмотрит. Никого я не любила. Дело в том, что благодаря ему я переехал в Минск. Ну, мы вообще родились в Пинском районе. Учились вместе. И потом после техникума он уехал в Минск. Я остался там где-то, потом после армии. Он звонит, говорит, есть место, приезжай в Минск. Ну, и как-то так получилось. У меня тогда не было на тот момент работы. И приехал в Минск. И благодаря ему я остался в Минск. Когда мне не хватало денег на квартиру, и я очень хотела квартиру. Да, кому мне было позвонить? Да, я позвонила Сашке. Он такой, вот, квартиру покупай. Не было бы у меня в тот момент денег. Может быть, и конфликт был. Потом у меня в тот момент оказались деньги, и мы... Все продолжилось гармоничное общение. У меня папа умер в марте. Ну, вот, и Светка на своей работе там все организовала нам. Стараемся помогать. Ну, везде в горе и в радости. Это же поэтому друзья на это и существует. Ну, и Светка мать умерла тоже. Я ездила все. Как бы у нас все вот это... Нету такого, что вот ее горе, ее, мое, мое. Секрет нашей дружбы, мне кажется, в поддержке и доверии. Я думаю, что знание того, что я могу в любой момент позвонить, обратиться, и мне никогда не откажут, никогда там не скажут, о, я не могу, мне до свидания. Я всегда помогу, и я знаю, он мне всегда поможет, если мне что-то... И оно такое действительно было. Это тот человек, с которым тебе комфортно, с которым хорошо и, ну, в котором ты уверен. Одинаковые интересы, нечего делить нам. Просто у каждого свое. Вот нету зависти друг к другу. Не знаю, радуемся, допустим, друг за друга, радуемся достижениями какими-то. Гордимся, вот и все. Наша дружба, я так считаю, как вино, но чем старше, тем лучше, дороже и так далее, и крепче. Бывают в нормальных семьях и муж и жена, и в горе, и в радости. Так вот и мы так. У меня сейчас никого нету с родителей, как говорится, они ушли. И поэтому мне больше никого нету. Главное, вот я все время говорю своим детям, и говорю, что товарищей, друзей много, но таких, на кого можно положиться, и будешь знать, что он никогда не предаст, он тебе никогда не соврет, он тебе никогда не бросит трудную минуту. И на другого, вот более выгодного товарища, друга, он никогда тебя не променяет, несмотря ни на что. Старый друг точно лучше новых двух, трех, пяти. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Тorzok Дима Торзок Дима Торзок